Всем привет! С вами канал Космостар. Григорий Шпигель – прекрасный и талантливый, но к сожалению забытый актер. С каждым днем о нем все реже и реже говорят и даже некоторые артисты, которым довелось работать со Шпигелем, с трудом вспоминают его имя. Однако фильмы с участием актера все еще пользуются популярностью, а озвученные им советские мультфильмы до сих пор приносят радость детишкам. Григорий Шпигель появился на свет в Самаре, собственно там и прошло все его детство. А повзрослев, он вместе с родителями переехал в Ленинград, где отец получил руководящую должность на красильной фабрике. Вскоре на этой же фабрике начал трудиться и сам Гриша. Такая работа не приносила ему никакого удовольствия, он хотел заниматься чем-то по-настоящему интересным. Больше всего его на тот момент интересовала режиссура, и ради получения желаемого образования он отправился в Москву, где поступил в театральное училище на режиссерский факультет. Но в скором времени училище было реорганизовано в школу при киностудии Мосфильм, а все студенты, обучающиеся режиссуре, вошли в штат киностудии как актеры. За год до войны Григорий Шпигель дебютировал в кинокартине «Закон жизни». Его роль была до обидного маленькой, но так или иначе режиссеры заметили его талант и начали активно приглашать в свои фильмы, правда никто и никогда не давал ему сыграть главных героев. В основном, его недооценивали из «за слишком высокого», можно даже сказать женского голоса, да и внешность актера не отличалась особенной красотой. Играя перед камерами, Шпигель импровизировал, сам придумывал монологи и забавные шутки, надеясь появиться в итоговой версии фильма, хотя бы на минуту. Почему, то режиссеры чаще всего давали ему роли злодеев, фашистов, воришек и бандитов. На протяжении всей актерской карьеры этому удивлялся и сам Григорий Шпигель, ну какой из меня злодей. Криминальный гений или же бесчестный фашист с пищащим голосом, разве что рассмешит зрителя. Его блистательную игру можно увидеть в кинокартинах, воздушный извозчик, молодая гвардия, смелые люди, адмирал Ушаков, алые паруса, бриллиантовая рука и 12 стульев. Большинству зрителей Григорий Шпигель знаком по голосу, а не по лицу и имени. Он озвучил всех персонажей в советском мультфильме «У страха глаза велики», «Сеньора», «Помидора», в культовом мультике Чиполлино, врача в бегемот, который боялся прививок. Адуванчика в мультфильме «Одуванчик», «Толстые щеки», Джинна в «Приключения Мюнхаузена», а в замечательном мультике «Тайна третьей планеты» он не только озвучил весельчака, но и подарил ему свою внешность. Григорий Шпигель так и не смог создать семью. Его самым близким человеком была актриса Лидия Смирнова, живущая в соседнем доме. С ней актер виделся буквально каждый день, ей он мог доверить все свои тайны. Одной из самых больших тайн Шпигеля была его нетрадиционная ориентация, об этом он никому не рассказывал, кроме своей верной подруги. Впрочем, это неудивительно. Такие люди не были в почете в советские годы, да и в наше время к ним все относится негативно. Когда Лидия Смирнова намекнула публике о нетрадиционной ориентации Шпигеля, она дополнила, что многие его коллеги об этом догадывались. Во-первых, понятное дело, из-за того, что у него никогда не было романов, а во-вторых, актер был очень спокойным и невероятно тихим человеком, но стоило ему услышать о каких. Не будь законных против людей с нетрадиционной ориентацией, о гонениях и травлях, в нем сразу просыпался зверь. Несколько раз мы затрагивали эту больную тему. Гриша злился, кричал, да отстаньте вы уже от них. Они же ничего плохого не делают. После одного из таких диалогов он впал в депрессию, и я старалась не возвращаться к этому разговору, вспоминала Лидия Смирнова. Григорий Шпигель долгие годы жил один в центре Москвы, но одиноким он себя не чувствовал. Несколько раз в неделю он собирал у себя в квартире именитых актеров, с которыми поддерживал хорошие отношения, старался как можно больше работать. А свободное время проводил в окружении Лидии Смирновой и ее мужа Владимира Рапопорта. В возрасте 66 лет по неизвестным причинам, Григорий Ойзерович ушел из жизни. Его могилу практически никто не навещает, лишь Станислав Садальский, считающий его одним из лучших актеров, иногда приносит цветы и убирается на участки. Жаль, что таких великих людей, как Григорий Шпигель, становится все меньше, их имена и труды забываются, но ведь именно благодаря им мы гордимся нашими фильмами.